здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию очередной окуневый стример довольно таки прост в изготовлении ну и также достаточно уловист как обычно я грузил свинцом закрепил глазки изготовлены из пластмассовых шариков можно использовать латунные шарики как вам будет удобно и подготовил три кусочка вот такой пряжи синтетической мы будем из нее изготавливать хитренький хвост крепим вот эту всю пряжу в одном месте у загиба как обычно промажем клеем место крепления и теперь для того чтобы сделать хвостик я беру все разделяю подкручиваю три пряди чтобы они у меня были как веревочкой соединяя их в одной плоскости и для привлекательности беру просто вот такую обыкновенную щепоточку люрекса можно использовать даббинг как вам будет удобно но обязательно чтобы он был голографический и теперь я беру начинаю скручивать не имеет значения вправо влево влево вправо главное чтобы был хорошо скручен наш хвостик вот он у нас уже скрутился теперь он у нас уже скрутился теперь я беру и вымеряю длину своего хвостика он у меня примерно должен быть ну хотя бы немножечко длиннее тела вот так и оставляю в таком положении как видите хвостик у меня уже скрутился и теперь я беру креплю здесь остатки своей пряжи теперь уже спокойно могу отпустить для того чтобы придать большую объемность телу я обрезаю под самые глазки прихватили наш материал и теперь в качестве основного тела я буду использовать обыкновенную вот такую тесьму вы можете использовать синель микросинель даббинга сделать тело как вам будет удобно здесь уже фантазия не ограничивается ничем закрепили материал так как я не буду ничем свое тело больше сегментировать или же укреплять люрекс я промазываю клеем до глазок все тело чтобы хорошо и крепко моя синель в данный момент искусственная такая тесьма чем-то напоминающая синель крепко держалась на теле и виточек к виточку делаю обмотку повторющий раз тело можно изготавливать из чего угодно хвостик точно так же можно две три сколько как вы захотите как вам будет удобно довольно таки уловистая приманка уже проверено не один раз в меньших размерах хорошо садится даже платва красноперка я об этом даже уже не говорю крепим в районе глазок наш материал остатки отрезаем и теперь для того чтобы изготовить крыло я подготовил два кусочка меха песца белого и черного для крыла можно использовать тоже любой материал какой у вас будет подруг под руками лиса и енот можно из перьев сделать из другого меха из кролика посмотрите сами на свое усмотрение подравниваем мех убираем подшерсток и прикидываем длину нашего крылышка она примерно должна доходить до середины хвостика промажем клеем место крепления так как окунь сильное и будут трепать пусть лучше хорошо будет закреплено крепим прямо в районе наших лазок закрепили вот приблизительно вот так должно выглядеть часть я пищу немножечко ниже вот так промажем еще клеем и подготовим теперь черный мех черного меха мы возьмем чуть меньше щепоточку так как он у нас будет как бы роль покровно покрывного чехольчика выполнять поэтому его большое количество нам не нужно по сравнению по поровняли по длине остатки обрезали и крепим здесь же вот так промажем еще немножечко клеем для надежности и обычно я не стараюсь сильно изощряться я беру просто немножко даббинга красного который остается из меха писца и сделаю вокруг глазок своеобразные жаберки обозначу плавнички то есть дополнительно точка привлечения будет но прежде чем мы намотаем я подготовил еще кусочек остатков кристалл флэш мы ее с вами закрепим здесь же закрепим с одной стороны и с другой стороны остаточки отрезали и добавили еще сюда сверху и теперь окончательно проходим между глазок закрываем следы нити и формируем такого красненького цвета головку хиряков яйца яйца Субтитры сделал DimaTorzok Вот приблизительно вот так Должна выйти наша конструкция Дополнительно я даже Беру Район нашей головы Брюшко Слегка Выщипываю даббинг Чтобы придать ему Лохматость И теперь нам остается только с вами Сделать завершающий узел И вскрыть головку лаком Вот мы вскрыли Лаком Нашу головку И наш стример Готов к рыбалке Благодарю за внимание До скорых встреч Продолжение следует...